Добро пожаловать на WatchMojo, и сегодня мы обсудим топ-10 злодеев, которых погубил длинный язык. В этом списке мы рассмотрим случаи, когда антагонисты могли победить, если бы они меньше болтали и больше делали. Ну и, конечно же, берегитесь спойлеров. А мы не болтаем, что у нас есть телеграм-канал, на который вы можете подписаться по ссылке в описании. У нас и правда есть телеграм-канал, на который вы можете подписаться по ссылке в описании. Вот нажмите на ссылку в описании и сами убедитесь. Номер 10. Натан Джессоп слишком много свидетельствует. Несколько хороших парней. В этом фильме лейтенант Каффи пытается разобраться в том, почему морской пехотинец Уильям Сантьяго погиб на службе в заливе Гуантанамо. Расследование приводит его в зал суда на допрос командира базы полковника Джессопа. Но Каффи слегка занесло и судья говорит, что Джессопу больше не нужно отвечать. Однако полковник продолжает говорить. После жуткого монолога Кафф заставляет Джессопа раскрыть правду, что именно приказ полковника привел к гибели Сантьяго. Невероятная игра и диалоги в этой сцене почти замылили нам глаза. Джессопу могло бы сойти с рук преступление, если бы он просто помалкивал в суде. Номер 9. Граф Тайрон Руген перечеркнул свою победу. Принцесса-невеста. Когда Иниго Монтоия прибывает в замок, то настроен беспощадно к жестокому графу Ругену, ведь злодей лишил жизни его отца. Но при встрече с сиротой граф Руген быстро сбегает. Этот трусливый ход позволяет стратегически спрятаться и серьезно ранить Иниго. Но вместо того, чтобы добить мечника, Руген предпочитает позлорадствовать. Его садистская речь тянется так долго, что Иниго успевает прийти в себя и нанести смертельный удар. Если бы Руген прервал разговор и добил своего врага, то победил бы. К несчастью для него, он не смог отговорить Иниго от мести. Номер 8. Грих болтливости оперативника. Миссия Сиренити. Оперативник чрезвычайно эффективный и уважаемый киллер. Он отлично владеет мечом, но самая крутая его техника парализует противника ударом в спину в определенное место. Но он слишком полагался на этот ход. Оперативник пытается помешать капитану Мелу Рейнольдсу обнародовать информацию и начинается драка, хоть и недолгая. И при возможности оперативник использует парализующую технику на Мелле. Он считал, что уже победил, и за своей болтовней не заметил, что противник все еще может двигаться. Эта ошибка дала Меллу шанс переломить ситуацию в свою пользу и накормить оперативника его же щами. Номер 7. Клов не может заткнуться. Голодные игры. Жестокая королевская битва, в которой будет только один победитель, не самое подходящее место для светской беседы. Если вы не Клов, на Голодных играх ей удается устроить засаду на любимицу кублики Китнис. После непродолжительной борьбы она прижала Китнис ножом, и вместо мгновенного убийства она решает похвастаться, как помогла прикончить маленькую девочку Рю. А друг Рю Трэш был неподалеку и слегка расстроился от этой истории. Он быстро в одиночку расправляется с Клов за ее преступление. Ну а она сама виновата в своем провале. Номер 6. Мэр Белл Везер разболтала свой план. Зверополис. У овцы Дон Белл Везер был один из самых непростых и злобных планов в истории Диснея. Она использовала особую сыворотку, которая превратила хищников с Зверополиса в диких зверей, подставила льва Мэра и заняла его место. И если Белл Везер придет к власти, то сможет и дальше проталкивать решение в свою пользу. Но что же разрушило этот зловещий заговор? Длинный язык Белл Везер. Ближе к концу фильма она загоняет в угол офицершу-крольчиху Джуди Хоббс и Лиса Ника. Белл Везер считает, что Ник стал диким и подробно излагает свой план. Но Джуди записывает каждый этап гнусного заговора на диктофон. Белл Везер остается только беспомощно бежать, ведь злой план рухнул под весом ее болтовни. Номер пять. Высокомерные речи Алиры. Ван Хелсинг. Вампирские способности Алиры подарили ей множество преимуществ в бою, но у нее был один фатальный недостаток. Ей слишком нравилось играть с едой. Алира упустила несколько вкусных противников, потому что хотела еще немного подразнить их. И ответка прилетает ей во время сражения с Анной один на один. Алире кажется, что добыча загнана в угол и ей некуда идти, поэтому можно и повыделываться в последний раз. Это дало Анне как раз достаточно времени, чтобы схватить кол, брошенный Карлом, и покончить с вампиршей раз и навсегда. Мы бы еще пару приколов рассказали, но у Анны получилось лучше всех. Номер четыре. Ронан мелет языком. Стражи Галактики. Мы сразу узнали две вещи о Ронане-обвинителе. Он любит толкать драматические речи и очень, очень, очень хочет уничтожить планету Ксандар. Ронан получает Камень Силы и может наконец осуществить свою разрушительную мечту. Все, что нужно сделать, это прикоснуться молотом к планете и победа в кармане. Но чтобы выполнить эту невероятно простую и легкую задачу, Ронану понадобилось произнести речь. Такой длинный монолог дал Звездному Лорду достаточно времени, чтобы отвлечь Ронана, а Дракс и Ракета взорвали его молот. По крайней мере, в тот день он сделал хоть что-то правильно. Он составил название Стражи Галактики звучать круто. Номер 3. Длинный язык Шрама – причина всех бед. Король-Лев. Немногие злодеи преуспели так же, как Шрам. Он подстроил смерть своего брата Муфасы, вынудил принца Симбу скрываться и сам стал королем Прайда. Единственное, что он не мог сделать, это держать язык за зубами. Когда Симба возвращается в земли Прайда, чтобы вернуть себе трон, то Шрам настраивает Прайд против принца. Но перед смертельным ударом злодей решил поделиться, как умер его брат. Признание дает Симбе достаточной энергии, чтобы дать отпор и перетягивает обратно Прайд на свою сторону. А когда Шрам пытается переложить всю вину на Гиен... То разъяренные животные предъявили ему счет. Да, такой участи и заслуживает Король-Лжец. Номер два. Эго раскрывает свои темные замыслы. Стражи Галактики 2. Эго мог подчинить целую планету своей воле, но он хотел расширить свое влияние по всей вселенной. Он мог достичь этого только объединившись с тем, кто может осилить небесное количество силы. И тут Эго обнаруживает, что его блудный сын Питер Квилл подходит для слияния. Все уже готовы были начать, но он решает, что самое время поделиться, что создал у матери Питера смертельную опухоль. Разъяренный Питер немедленно напал на своего отца и объединился со своими друзьями, чтобы уничтожить планету. Мы не знаем, сколько столетий Эго планировал экспансию, но его планы оборвал очень короткий разговор. Ну и перед тем, как мы перейдем к нашему номеру 1, вот еще несколько достойных упоминаний. Бадди Пайн, он же Синдром, суперсемейка. Его подбили прямо во время монолога. Олег Тревельян, Золотой Глаз. Он мог бы прикончить Агента 007 без единого слова. Валентайн, Кингсмен, секретная служба. Он думал, что никто не узнает про его главный план. Топ-доллар. Ворон. Его долгая болтовня дала Ворону шанс. Хью Гадракс. Лунный гонщик. Он сам заболтал себя прямо в ловушку Агента 007. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Эллом проиграл из-за болтовни. Хороший, плохой, злой. Наш главный злодей мог бы прочитать подробную лекцию о том, как не конфронтировать со своим противником. Если бы выжил, конечно. После битвы с бандитом Тука у охотника за головами Эллома стало на одну руку меньше. Так что злодей был в восторге, что застал Тука врасплох в ванной. Но вместо того, чтобы немедленно отомстить, Эллом решил насладиться моментом, позлораствовать и похвастаться. Тука достал припрятанный пистолет и снял охотника за головами. Эллому не хватило времени даже пожалеть о своем трепе. Последние слова Тука должны стать кредо любого злодея. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях. Загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.